Во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Президент заявил, что НАТО настроено агрессивно в отношении России, а действия западных стран назвал недружественными. На сайте именобороны сообщается, что к стратегическим силам сдерживания относятся и ядерные. Освобождены населенные пункты Нижне, Гранитное и Гнутово. Российскими вооруженными силами с начала специальной военной операции поражены 1067 объектов военной инфраструктуры Украины. Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и ранены наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов и потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил. Украина и Россия уже сели за стол переговоров. Пока подробности не сообщается. Все решается за закрытой дверью и без журналистов. До встречи делегаций с кабинета переговоров велась прямая трансляция, которую смотрели, кстати, 390 тысяч зрителей. Однако вошла женщина в белом пиджаке и потребовала ее выключить. Ведь по ее словам это заранее не оговаривалось. Сообщает портал Урал56. Уважаемые друзья, президент Беларуси просил встретить вас, приветствовать и обеспечить максимально вашу работу. Как было договорено с президентами Зеленским и Путиным, вы можете чувствовать себя в полной безопасности. Это наша святая обязанность. Президент Лукашенко искренне надеется, что сегодня, в ходе сегодняшних переговоров, удастся найти пути решения всех кризисных вопросов. И все белорусы молятся за это. Любые ваши просьбы и предложения, касающиеся организации сегодняшней встречи, будут приняты и беспрекословно исполнены. Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для России. Теперь самолетам запрещено пролетать мимо стран Союза, приземляться и взлетать. В России уже отменила все рейсы в Европу авиакомпания Аэрофлот. Кроме того, полетов не будет и в США, Мексику, Доминикану и на Кубу до 2 марта. Пассажиры могут оформить вынужденный возврат денег за билеты. Другие крупные авиакомпании тоже начали перестраивать полетный маршрут, чтобы не затронуть европейские территории.